Друзья, всех приветствую на нашем канале. На календаре у нас сегодня уже 26 сентября, практически октябрь месяц. Накажусь на заключительной оценке наших томатов для пленочных теплиц у наших партнеров в личном подсобном хозяйстве Рафаловича Александра в Южном районе Гродненской области. Тот, кто следит за нашими новостями на нашем канале, мог познакомиться с данным гибридом в предыдущем видеоролике из Альшан. В предыдущей локации гибрид Бакалар был высажен в ранний весенний оборот, то есть посадка в теплицу производилась в начале апреля, а первые сборы начались в июне месяце. В данной же локации, в условиях Хивьевского района, здесь полноценный второй оборот, потому что посев рассады был произведен в начале мая, а высадка рассады здесь произошла в данную теплицу примерно в первой декаде июня. Первые сборы здесь начинали уже примерно к середине августа. Как вы можете здесь видеть за моей спиной, гибрид Бакалар отлично загрузился. На растении сейчас находится в зрелом состоянии примерно 4-5 кистей. И несмотря на то, что погода в августе-сентябре была довольно знойная, жаркая, столбик термометра доходил в августе до 35, в сентябре до 27-28 градусов. Сейчас уже на конец сентября данная знойная погода сменилась прохладными ночами, когда столбик термометра опускается до температуры около 10 градусов. Это очень жесткие условия для выращивания томата. Плоды покрываются сами растения конденсатом. И это идеальные условия для развития грибных болезней на растении. И у нас с вами сегодня уникальная возможность посмотреть на состояние гибрида Бакалар данных условий. Как я говорил ранее, на растении уже в зрелом состоянии находятся 4-5 кистей. Растение очень сильно загружено. Конец сентября месяца, прохладная ночь. Но прошу обратить ваше внимание на состояние растения сейчас. Как вы можете видеть, томат Бакалар не завершковался, потому что это гибрид индотерминатного типа. Он продолжает расти. Высота растения здесь уже примерно 2,5 метра. 4 кисти у нас в зрелом состоянии. 5-я у нас наливается. 6-я наливается. Завязана 7-я, 8-я, 9-я. И в голове, прошу обратить внимание, цветет и завязывается 10-я кисть. То есть растение довольно мощное. Как вы можете обратить на листовой аппарат, оно здесь здоровое. Практически полностью отсутствуют болезни. Да, лист уже немножко хлорозит. Проявляется легкий дефицит калия и, конечно же, магния в этот период. Мы об этом снимали отдельный ролик, как с этим бороться. Как вы здесь можете видеть, гибрид Бакалар довольно хорошо загрузился. Вот это первая, вторая в моей руке, третья кисть. На которой сформировано 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 плодов. На четвертой кисти у нас, как вы можете видеть, она довольно сложная кисть. И несмотря на это, она полностью заформировалась, завязала крупные плоды. Пятая кисть у нас находится сейчас, загорелась и начинает срывать. Одновременно прошу обратить внимание, несмотря на то, что растение довольно сильно загружено, имеет мощный вегетативный аппарат. Посмотрите, насколько крупные плоды. Как я говорил в предыдущем видео, гибрид Бакалар формирует сливовидные плоды средней массой примерно 120-130 грамм. Но давайте сейчас вместе с вами оценим результат данной теплицы и посмотрим на средний вес плода. И как уже завелось по нашей старой традиции, дабы быть точным, сорьем 10 плодов, чтобы получить среднюю массу плода. Не буду вырывать какие-то стандартные, либо самые крупные плоды. Собираем полностью вторую кисть, которая у нас полностью уже подошла к сбору. Примерно в середине августа месяца голова хозяйства ставил этот томат только для того, чтобы посмотреть нам его вместе с вами. Так, у нас на весах находится 2, 4, 5, 7 плодов. Сливаем еще мы 3. Как вы видите, не выбираю самые крупные. И получается 10 плодов. И при том, что мы собирали не самые крупные плоды, средний вес плода у нас получается 143 грамма. Думаю, вам на весах в кадре видно, какой вес, средний вес плода. Несмотря на то, что мы собрали полностью кисть без какой-либо сортировки, вы можете обратить внимание, насколько выровнены плоды. То есть товарность практически 100%. Это заслуха гибрида бакалар. Плоды насыщенно-красного цвета, удлиненные красивой формы. И очень ровная, очень красивая, идеальная форма. Что его выделяет среди других гибридов. По старой традиции, давайте сейчас вместе с вами оценим внутреннюю структуру томата. Очень часто вы это задаете в комментариях. Для нас это несложно сделать для вас. Поэтому, смотрите, плод, как и я в предыдущем видео, довольно мясистый. Маленькая семенная камера, маленькая сердцевина. И несмотря на то, что у нас сегодня, повторюсь, 26 сентября, очень сложные условия для созревания и выращивания томата, гибрид бакалар формирует очень достойный урожай. С отличной товарностью и с отличной внутренней структурой томатов. Наряду с очень привлекательной формой плода, отличной внутренней структурой, многие из вас будут интересовать, конечно, вкусовая составляющая данного гибрида. Жалко, что камера, конечно, не передает вкус, но, надеюсь, вы мне поверите. Очень вкусный, сладкий. Несмотря на то, что, повторюсь, на сегодня конец сентября месяца, на растениях вы можете видеть явный дефицит калия и магния. При этом плод плотный, структура у него плотная, кожица при этом довольно тоненькая, не чувствуется, когда его кушаешь, и структура рассыпчатая. Друзья, сейчас давайте подведем итог о гибриде бакалар. Итак, гибрид бакалар – это индетерминатный гибрид, который способен формировать полноценных 10-14 кистей. И в сегодняшнем видеоролике мы в очередной раз вместе с вами в этом убедились. Бакалар формирует сливовидные плоды, средней массой плода 120-130 грамм. Но при должном уходе и хорошем формировании растений, правильном питании, гибрид бакалар с легкостью формирует плоды 150-160 грамм. Также гибрид бакалар отличается тем, что очень хорошо держит нагрузку, завязывает и формирует одновременно 9-10 кистей. На растении может находиться без вреда для растения 4-5 созревающие кисти. При этом растение не страдает, вегетативный аппарат сохраняет свою здоровость, и растение вас благодарит хорошим урожаем. Также гибрид бакалар отличается тем, что он очень ранний, и формирует плоды примерно на 55-58 день после высадки рассады. Друзья, для того, чтобы не пропустить новое видео, которое я для вас подготовлю о новинках томатов для пленочных теплиц от компании Сингента, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, и встретимся в новом видеоролике. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok